Живание дель Плана Карпини История монголов, которых мы называем татарами Читает Павел Беседин Начинается история монголов, именуемых нами татарами Всем верным к Христову учению, до коих может дойти настоящее писание Иоанде Плана Карпини, брат ордена Миноритов, легат апостольского престола Посланец к татарам и иным народам Востока Желает милости Божией в настоящем, славы в будущем И торжествующей победы над врагами Бога и Господа нашего Иисуса Христа Кончается приветствие, начинается введение Когда направлялись мы по поручению апостольского престола к татарам И к иным народам Востока И знали волю на то Господина Папы И кардиналов Мы прежде избрали путешествие к татарам Именно мы опасались, что от них вскоре будет грозить опасность Церкви Божией И хотя мы опасались, что татары или другие народы могут нас убить или подвергнуть вечному пленению Или голоду, жажде, холоду, зною, чрезмерным поношением и трудам и, так сказать, мучить сверхсилы Все это за исключением смерти или вечного пленения и случилось с нами многократно в гораздо большей степени, чем мы могли представить себе раньше Однако мы не щадили себя самих, чтобы иметь возможность исполнить волю Божию согласно поручению господина Папы И чтобы принести чем-нибудь в пользу христианам Или, по крайней мере, узнав их истинное желание и намерение Иметь возможность открыть это христианам Дабы татары своим случайным и внезапным вторжением не застигли их врасплох Как это и случилось однажды по грехам людским И не произвели большего кровопролития среди христианского народа Второе Поэтому всему тому, что мы пишем вам для вашей пользы и предосторожности Вы должны верить тем безопаснее, что мы или сами видели все своими глазами Странствуя одинаково у них и вместе с ними слишком год и четыре месяца Или, пробыв в их среде, или услышав от христиан, находящихся в плену среди них И, как мы уверены, достойных доверия Ведь мы имели поручение от верховного первосвященника, чтобы обследовать все в совокупности И тщательно осмотреть каждую подробность Это и выполнено с отчатием как нами, так и принадлежащим к тому же ордену братом Бенедиктом Который был участником наших бедствий и толмачом Третье Но если мы, к сведению читателей, пишем мне, что такое, что неизвестно в ваших странах То вы не должны ради этого именовать ложивыми нас Излагающих вам то, что мы сами видели или слышали за верное от других Кого признаем достойными доверия Наоборот, это очень жестоко Только если человека за добро, которое он делает, другие подвергают позору Распределение книги по главам Итак, желая написать про деяния татар Мы опишем их, чтобы читатели могли легче разобраться по главам следующим образом В первой расскажем об их земле Во второй о людях В третьей об обычаях В четвертой о нравах В пятой о державе их В шестой о воинах В седьмой о странах, подчиненных ими своей власти В восьмой о том, как надлежит с ними встретиться на войне В последней о пути, которые мы совершили О дворе императора и свидетелях, которые нашли нас в стране татар Глава первая О положении земли татар, ее качестве и распределении в ней воздуха О земле мы предположили рассуждать следующим образом Во-первых, мы скажем об ее положении Во-вторых, о качестве В-третьих, о распределении в ней воздуха О положении земли Итак, вышеназванная земля расположена в той части востока, в которой Как мы полагаем, восток соединяется с севером К востоку же от них расположена земля китайцев А также салангов К югу земля сарацинов К югу-западу расположена земля гуиров С запада область найманов С севера земля татар Окружена морем, океаном В одной своей части она чрезмерно гористо В другой представляет равнину Но почти вся она смешана с хрящом Редко глинисто По большей части песчанно О качестве земли В одной части земли находится несколько небольших лесов Другая же часть совершенно безлесная Пищу же себе варят и сидят для тепла Как император, так и вельможи И все другие люди При огне, разведенном из бычачьего и конского навоза Далее даже и сотая часть вышеназванной земли Неплодородна И она не может даже приносить плода Если не орошаются речными водами Но вот и ручьев там немного А реки редки Откуда там нет селений А также и каких-нибудь городов За исключением одного Который слывет довольно хорошим И называется Каракарон Но мы Его не видели А были почти за полдня пути До него Когда находились в Сыр-Орде Каковая является главным двором Их императора И хотя в других отношениях земля Неплодородна Она все же Достаточно Хотя и не особо Пригодна для разведения скота О распределении воздуха Воздух в этой земле Распределен удивительно Именно среди лета Когда в других странах Обычно бывает в изобилии Наивысшая теплота Там бывают сильные Молнии Громы Которые убивают Очень много людей В то же время Там падают Также в изобилии Снега Бывают там Также столь сильные Бори С весьма холодными Ветрами Что иногда Люди И едва Затруднения Могут ездить Верхом Отсюда Когда мы были В Орде Так называются У них Становище Императора И вельмож То от силы Ветра Лежали Распростертые На земле И вследствие Обилия Пыли Отнюдь Не могли Смотреть В этой земле Также зимой Никогда Не бывает Дождя А летом Идет он Часто И так мало Что едва Может иногда Смочить пыль И корни Трав Падает там Также часто Очень крупный Град Отсюда В то время Когда был Избран Император И должен был Воссесть На царский Престол В бытность Нашу при дворе Выпал Столь сильный Град Что когда Он внезапно Растаял Как мы узнали Вполне достоверно Более Ста шестидесяти Человек Утонуло Там же При дворе А имущество И жилищ Было снесено Еще больше Там бывает Также Летом Внезапно Сильный Зной И неожиданно Страшный Холод Зимой В одной части Выпадают Сильнейшие Снега А в другой Неглубокие И чтобы Сделать Краткое Заключение Об этой Земле Она Велика Но в других Отношениях Как мы Видели Собственными Глазами Так как Странствовали По ней Ездя Кругом Пять Месяцев Гораздо Гораздо Хуже Чем Мы Могли Бы Высказать Глава Вторая О внешнем Виде Лиц О супружестве О деянии Жилищах И Сказать Щеки Маковки Расти в плоти Иной Остальных Женщин Кафтами А сзади Имеет Один Длинный И тонкий Прутик Из золота Серебра Или Дерева Или Даже Перо И этот Убор Нашит На шапочку Которая Простирается До плеч И как Шапочка Так и Вышеупомянутый Убор Покрыт Букараном Или Пурпуром Или Балдакином Без Этого Убора Они Никогда Не появляются На глаза Людям И по нему Узнают Их Другие Женщины Девушек Же И молодых Женщин С большим Трудом Можно Отличить От мужчин Так как Они Одеваются Во всем Так как Мужчины Шапочки У них Иные Чем У других Народов А писать Понятно Их Вид Мы Бессильны Ставки У них Круглые Об их Жилищах Изготовленные Наподобие Палатки И сделаны Из Прутьев И тонких Палок На верхушем В середине Ставки Имеется Круглое Окно Откуда Попадает Свет А также Для выхода Дыма Потому что В середине У них Всегда Разведен Огонь Стены И крыши Покрыты Войлоком Двери Сделаны Также Из Войлока Некоторые Ставки Велики А некоторые Небольшие Сообразно Достоинству И скудости Людей Некоторые Быстро Разбираются И чинятся И переносятся На вьючных Животных Другие Не могут Разбираться Но перевозятся На повозках Для меньших При перевезении На повозке Достаточно Одного Быка Для больших Три Четыре Или даже Больше Сообразно С величиной Повозки И куда бы Они ни шли На войну Или в другое Место Они всегда Перевозят Их с собой Об их Имуществе Они очень Богаты Скотом Верблюдами Быками Овцами Лошадьми Вьючного Скота У них Такое Огромное Количество Какого По нашему Мнению Нет И в целом Мире Свиней И иных Животных Нет Вовсе Если вам Понравилась Эта тема Поддержите Канал Классика Поэзия И Проза Это будет Способствовать Дальнейшему Развитию И расширению Канала Дальнейшему Продолжение следует